МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Сейчас коротко о темах этого выпуска. 75 лет под мирным небом Бобруйск празднует самый знаковый день в году. Двойное открытие. В день города распахнулись двери нового здания БТИ и логистического центра на Красном Пищевике. Ханьян Марагора и Владимир на площади Ленина торжественно открыли аллею регионов-партнеров. Венок в подарок. Участники международного фестиваля презентовали национальные сувениры. Сегодня Бобруйск празднует самый знаковый день в году. 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 29 июня город очистили от коричневой чумы и подарили надежду на счастливую, а главное, мирную жизнь. Торжества, посвященные Дню города, прошли с самого утра. У мемориала воинам-освободителям и на площади победы у знаменитого танка Т-34. Почтить память защитников Отечества пришли сотни неравнодушных горожан. Как это было, узнаем прямо сейчас. Празднование 75-й годовщины освобождения в Бобруйске началось на улице Минской в 9 утра у мемориала воинам-освободителям. Здесь трудовые коллективы, депутаты, молодежь и просто неравнодушные почтили память павших и возложили цветы. Уже в 10 часов площадь победы наполнилась несколькими сотнями горожан. Среди них те, кому не безразлична судьба любимого города и белорусского народа в целом. Ведь в этой войне мы потеряли каждого третьего. У меня бабушка воевала, была во Львове. Дедушка тоже, прадедушка. И мы очень любим наш город, любим его людей. Желаем им счастья, здоровья, долголетия, не болеть. День города – это общий праздник для всех бобруйчан. Я считаю, что очень важно помнить нашу историю, нашу культуру и участвовать на мероприятиях для каждого нашего гражданина. Очень довольна, благодарна нашим дедам, прадедам, что они освободили Бобруйск, что мы сейчас живем спокойно, радостно, очень хорошо. Все, спасибо им всем. Будем ждать их памяти. Поздравить Бобруйск в столь доброе утро собралось не только руководство города и военные. Специально в 75-ю годовщину из российского Владимира приехал и освободитель Бобруйска Николай Щелконогов. Я счастлив сегодня, что дожил этого дня. А счастлив еще, что дожил этого дня. Во-первых, что спортом все время занимался, для молодежи. Потом я не курил. Спиртных не злоупотреблял. Ну и потом, я до сих пор занимаюсь активно общественной деятельностью. Я только прихожу домой ночевать. Желаю, чтобы люди таким образом трудились и занимались делом. Тогда они проживут долго. Счастья всем белорусам! Мы рады, что они нас приглашают. Слова благодарности звучали и в адрес живых свидетелей войны. Каждого из них наградили юбилейными медалями в честь освобождения Беларуси. Мария Бересневич, Максим Галеон, Каба, Бобруйск, 360. Новые возможности и рабочие места. Сегодня жители города на Березине удостоились двойного подарка. На Комсомольской 30 распахнулись двери нового, современного здания БТИ. А работники красного пищевика презентовали результат двухлетней стройки. На самой сладкой фабрике Бобруйска открылся логистический центр. На торжественных церемониях побывала Ангелина Дикун. Современная архитектура в сердце старого города. Строительство монолита на Комсомольской 30 почти три года интриговало местных. Сегодня завеса тайны открыта. Новое здание – это Бобруйский филиал Могилевского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Или проще – БТИ. Его в день рождения города открывали вместе с иностранными гостями и новоселами. Я хочу поблагодарить строителей, архитекторов, проектировщиков, тех, кто вложил свой труд, свою душу в это здание. Отдельное слово благодарности местному органу власти. Новое здание – это порядка 3000 квадратных метров комфортных кабинетов и залов ожидания. На первом этаже прием граждан в порядке электронной очереди. Второй и третий – архив и администрация филиала. Всего на строительство нового объекта потратили больше 4 миллионов рублей. БТИ начнет свою работу в понедельник. Я уверен, что этот объект будет приносить, в первую очередь, для работников радость, удовольствие для работы. А для жителей города – прекрасный объект, который украсит наш прекрасный город. С праздником вас! Больше 8 миллионов рублей и почти два года ударной стройки. Бизнес-идея руководства самой сладкой фабрики реализовала себя сегодня. В день города на территории красного пищевика открылся логистический центр. 2300 квадратных метров и высота почти в семиэтажное здание. Поможет разместить продукцию в объемах до 2000 тонн. Причем не только сладкой фабрики Бобруйска, но и коммунарки, слодоча, Спартака. Не исключен и импорт. Сколько людей здесь будет трудиться? Кто это? Это 6 комплектовщиков, это 10 кладовщиков. Это кладовщики плюс приема сдачи эти в том числе. 4 человека на выписке документов и 2 человека на штабелерах. В каждую смену по 2 человека штабелеры, водители погрузчиков и на электротележках. Какие условия труда здесь? Температурный режим, расскажите. Температурный режим от 15 до 21 градуса. Помимо потерь качества продукции за счет влияния различных температур во время погрузочно-разгрузочных мероприятий, логистический центр решит еще одну важную задачу. Соблюдение ротации, то есть более свежая продукция не должна реализовываться впереди продукции, которая произведена, будем так говорить, вчера. То есть жесткая ротация и, соответственно, всегда потребитель будет иметь свежую продукцию. Центр заменит 5 имеющихся на территории предприятия складов. К слову, их полностью освободят уже в марте. И на их территории будет открыто новое производство. Что это будет, пока руководство держит в секрете? Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Владимир, Севлиево, Пухов, Кабулетти, Марагора, Ишим и Шаосим. Информация об этих населенных пунктах и их достопримечательностях на стеклянных пилонах теперь будет украшать площадь Ленина. В городе на Березине торжественно открыли аллею регионов-партнеров. Кроме того, Бобруйск сегодня обзавелся новыми друзьями. Председатель исполкома Александр Студнев провел прием делегаций городов-побратимов и подписал договоры и соглашения о партнерских отношениях. Обо всем по порядку. Мария Березневич. Сегодня к списку городов-партнеров Бобруйска добавились новые регионы. Один из них – провинция Марагора, что находится в Танзании. В экономике столицы лидирующая позиция занимает пищевая промышленность. Она ориентирована на переработку сельского хозяйства. Потому трехлетняя дружба с Бобруйском пришлась как раз кстати. Ради подписания важного документа приехал сам мэр африканского города Паскаль Киханга. Нам очень нравится ваше сельскохозяйственное производство. В особенности тракторы. Так как в Танзании очень развито сельхозпроизводство, мы нуждаемся в вашем оборудовании и тракторах. И хотели бы со временем открыть в Танзании ваше белорусское производство. В церемонии подписания договоров о побратимстве иностранные друзья и городоначальник Александр Студнев. Уже после скрепления отношений подписями на площади Ленина прошло торжественное открытие аллеи регионов-партнеров. В нем приняли участие не только зарубежные гости. Столь значимый день жителями разделил губернатор Могилевской области Леонид Заяц и почетный гражданин Бобруйска Лидия Ермошина. Аллею городов-побратимов города Бобруйска открыть. Севлеево, Кабулети, Ишин и Шаасим. Узнать информацию о братских населенных пунктах, достопримечательностях, культуре и символике на главной площади города теперь может каждый. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск, 360. Накануне перед церемонией открытия венка «Дружба» в Ледовой арене состоялась пресс-конференция с представителями делегаций из 15 стран мира. На встрече коллективы-участники презентовали сувениры в национальном стиле. Это уже традиция проводить конкурс «Венок в подарок» фестивалю. Она сохранилась с 2012 года. Гости уезжают, а частичка их страны остается в Бобруйске. На традиционной выставке декоративно-прикладного творчества представлено 11 венков, созданных умельцами из разных регионов. Каждая работа – это не просто красивое изделие, выполненное в неповторимой технике. Это символ истории и культуры каждой страны. Каждая работа по-своему замечательная. Конечно, замечательные работы из Владимира, из Фоминска. Особенно то, что мы видели и бисероплетение – замечательная такая творческая работа. Но самое главное в этих венках – то, что в них заложено пожелание добра и счастья. То есть, действительно, люди приезжают к нам в Бобруйск и несут вот это позитивное, положительное, такое щедрое пожелание нашему городу. Лучшие венки уже определены. Но кто именно стал фаворитом, будет известно на закрытии фестиваля. Отмечу лишь, что главной наградой станет Гран-при. Кроме этого, назовут трех призеров. Все экспонаты делегации стран подарят городу. На сегодня в фондах Бобруйского кровейческого музея уже хранится более 140 самобытных венков. Все это на следе фестивалей прошлых лет. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Прямо сейчас на площади Ленина идет концерт, посвященный Дню города. На улицу Горького запрошают смашно есть, там проходит дегустация белорусских блюд. А на социалистической в городе мастеров продают сувениры. Там же работают тематические площадки. Об этом и многом другом мы расскажем в следующих выпусках. Наша творческая команда следит за событиями. Делитесь с корреспондентами впечатлениями о празднике. И смотрите эфиры сегодня в 19 часов и завтра с 10 утра. С вами был Вадим Киреев. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!